Здравствуйте! Все чаще покупатели при выборе печи для небольшого дома обращают внимание на печи, изготовленные из чугуна. Еще бы, ведь чугун это явно надежно, к тому же еще добротно и чаще всего очень симпатично. С печью, которая не только соответствует всему вышеперечисленному, но еще имеет ряд интересных особенностей, сейчас и познакомимся. Знакомьтесь, отопительно-варочная печь-камин Бахта, чугунная печь-камин, которая наделала очень много шума в печном сообществе. Это одна из немногих чугунных печей, которая производится в России, имеет цельнолитой корпус и при этом выглядит очень интересно и имеет адекватную цену. Выпускает ее Воронежский завод Прометал. Этот завод специализируется на выпуске изделий из качественного чугуна. Предприятие молодое, но оно уже имеет в своем ассортименте интересную линейку банных печей, изготовленных из чугуна. Им мы посвятим отдельный выпуск. А вот что же такого необычного в печи Бахта, мы сейчас и выясним. Кстати, именно Бахта с ударением на последний слог. Когда я впервые увидел эту печь, то мне показалось, что инженеры, которые ее проектировали, явно были вдохновлены другой чугунной печкой, которую уже, пожалуй, лет сто выпускает норвежский производитель Jotl. Это Jotl 602. Печка легендарная, очень интересная. И, наверное, вот это переплетение чугунных элементов на дверце мне и показалось знакомым. Печка, конечно, внешне от нее отличается очень сильно. Если та печь небольшая, то здесь массивное такое чугунное оребрение по бокам печи и несколько раздутый корпус. Главное отличие от норвежской печки – это, конечно, цельнолитой корпус. Таким могут похвастать, пожалуй, немногие производители. Изготовлена она из качественного чугуна. И этот чугун с добавлением лигирующего элемента, с самым интересным в плане жаростойкости элементом хром. Это хромистый чугун CH1. Единица говорит о том, что в сплаве 1% хрома. Всего 1% хрома позволяет изменить жаростойкие свойства чугуна, повысив его температуру примерно до 500-550 градусов. Но не только хром отвечает за надежность в этой печи. Толщина стенок от 8 до 16 мм. Причем как раз дно печи имеет вот эту максимальную толщину 16 мм. Там, где нагрузка идет максимальная. Кстати, именно поэтому производитель допускает применение в качестве топлива, уже вспомогательного, правда, топлива, уголь. То есть в дополнение к основному топливу, к дровам, можно использовать еще и уголь. Подсыпать уголь максимум треть или четверть объема от используемого топлива. Цельнолитой у этой печи не только корпус, не только то, что внешне мы видим, но и еще коллектор-дымосборник, который находится в верхней части печи. И в этот коллектор-дымосборник устанавливается съемный зуботбойник. Это очень интересное решение. Это решение позволяет использовать печь не только в режиме буржуйки, не только в режиме быстрого нагрева, но еще и в режиме тления. Эта печь может проработать на одной закладке дров до 8 часов. Конечно, для этого нужно использовать качественное сухое топливо и научиться пользоваться вот этими регулировочными створками, которые позволяют как раз отрегулировать процесс горения, даже не горения, а тления, таким образом, чтобы уходящие дымовые газы дожигались в верхней части и постепенно отдавали тепло стенкам топки. А затем уже эти стенки будут отдавать тепло в комнату, в которой установлена печка. Раз уже заговорили о помещении, то площадь, которая обогревает эту печь, может достигать 120 квадратных метров. Это очень хороший показатель для такой небольшой печи. Небольшая, но очень мощная. 12 кВт она дает при работе на дровах и 18 кВт может отдавать при работе на угли. Конечно, использование в качестве основного топлива угля имеет определенные особенности. Естественно, по сути, сколько вы загрузили угля, почти столько вы получите и залы шлака. Ящик зольника здесь не очень большой, он скорее рассчитан на работу печи на дровах, на основном топливе, но тем не менее уголь нам разрешают использовать. Ящик зольника изготовлен из, по-моему, даже 3-х миллиметровой стали, очень тяжелый и достаточно большой. Уголь горит по всей площади дна топки, но вот для подачи воздуха в этой печи используется обычный печной колосник, который занимает от силы половину площади дна топки, что скорее говорит о том, что печь все же заточена. Кроме основной функции нагрева помещения, печь может также работать и в режиме приготовления пищи. На верхней поверхности установлены чугунные кольца, съемные чугунные кольца, поэтому можно использовать специальную посуду для приготовления на огне. Верхняя плита будет разогреваться до температуры 200-250 градусов. Это можно утверждать смело, поэтому можно не только подогреть что-то на обед, но и приготовить полноценный ужин. На верхней части печи установлена заглушка, которая говорит о том, что выход дымохода можно перенести с тыльной части на верхнюю. Это будет особенно удобно тем, кто планирует провести дымоход внутри помещения и вывести его через крышу. Давайте вернемся к дверце. В дверце используется японское стекло. Это стекло неокерам. Толщина его 4 мм. Прозрачное, хорошее, жаростойкое стекло, которое выдерживает большие температуры. Дверца имеет оригинальный рисунок из чугунного плетения. Выглядит очень красиво. Корпус печи окрашен жаростойкой краской. Краска используется немецкая, поэтому при первом обжиге печи она не выделяет большого количества неприятных газов. Всего доступны к заказу 4 цвета печи. Это серый, серый металлик, черный и черный металлик. Лично я привержен из классического черного цвета. И печь Бахта представлена именно в этом цвете у нас в магазине. Отечественных чугунных печей для небольших домов представлено на рынке уже довольно много. Бахта стала одной из первых чугунных печей, изготовленной именно в цельно-литом корпусе. Имеет эта печь еще оригинальную конструкцию дымоудаления, очень эффективную, позволяющую также пользоваться печью в режиме длительного горения. Возможность использовать в качестве вспомогательного топлива уголь, это тоже дополнительное преимущество. Ну и оригинальный внешний вид, очень большие развитые поверхности теплообмена. Ну и то, что это чугун, говорит о том, что печь прослужит очень-очень долго. В магазинах Форнакс представлены чугунные отопительные печи разных производителей. Чтобы сделать правильный выбор, обязательно зайдите к нам в гости. Адреса магазина указаны на сайте fornax.ru. Кстати, там же на сайте Fornax вы можете ознакомиться с характеристиками этих печей, в том числе и с характеристиками печи Бахта. Ну и не забывайте подписываться на социальные сети. Ждем вас в гости, ждем вас в магазинах Fornax. До новых встреч, счастливо!